Всем привет! Сейчас в этом видео я хочу с вами поделиться краткой инструкцией по уходу и советами, как надеть парик правильно. Что лучше выбрать, шапочку или резинку? В чем между ними разница? Лично для меня, если мне надо быстро надеть парик, у меня нет времени, и это буквально на пару часов, я всегда выбираю такую вот резинку. Если же я собираюсь быть в нем несколько дней, тогда шапочку, потому что в ней намного удобнее, ну и конечно это занимает немножечко больше времени. И также я советую это для девушек с густыми волосами, потому что густые волосы могут просто выпасть из парика, резинка их не выдержит. Разве что у вас будут колоски, которые пришиты друг к другу. Ну вот такие вот колоски у меня получились, так у меня не густые волосы, я просто вот этот колосок так сюда спрячу. Но если у вас густые волосы, вам необходимо делать много таких колосков, и каждую косичку надо пришивать к колоску. Сейчас я покажу, как я надеваю парик с имитацией кожи головы. Здесь очень тоненькая сеточка, поэтому способ, о котором я сейчас рассказываю, он подойдет только под наш парик. К каждому парику идет такая вот резинка, чтобы проще было надевать парик. Вот здесь внутри есть такие штучки, она цепляется за них. Прицепили эту резинку внутрь парика. Сейчас берем вот здесь посерединке, прикладываем к центру лица, к центру ба. Проводим резинку. Здесь она зафиксирована. И теперь опускаем. Здесь играют крабики. На заказ мы можем сделать заколки или крабики, кому как удобней. И конкретно в этом парике здесь крабик. Я его там зафиксировала под резинкой. В принципе, парик уже надели. Также эта полоска, эта повязка, она фиксирует парик. То есть я могу сейчас просто подрезать эту сеточку, и мне на самом деле не нужен клей. Можно и так носить, он не спадет. Для того, чтобы отрезать сеточку, надо убрать все волосы назад, чтобы ничего не мешало. Самый ответственный момент. Для того, чтобы не волноваться, что вы можете делать что-то не то, я советую отрезать по чуть-чуть, совсем понемножку. Не обязательно делать все ровно, можно даже так сделать не ровно. Видите, я оставляю буквально сантиметр. Подрезать вы всегда успеете. Главное не отрезать ничего лишнего. И я буду фиксировать теперь лаком для волос. Подгибаем вверх. Буквально пару секунд подождем. Надеваем обратно. Я забыла сказать, перед тем, как наносить лак, кожа должна быть чистая, чтобы не было никакого крема или тонального средства. Кожа должна быть чистая. Так. Так. Я посушу феном. Здесь немножечко пачок лака. Это все в порядке. Его можно водой обычно смыть. Надо быть аккуратной с лаком. Потому что, видите, волосы приклеиваются. Просто кожа. И старайтесь держаться за сеточку, а не за волосы. Потому что волосы потом приклеиваются. То есть, точнее, они просто будут как деревянные, если на них попадет очень много лак. Я только что показала весь процесс установки. Как видите, это не занимает много времени. Возможно, для людей, которые делают это впервые, надо все-таки рассчитывать на больше времени, сделать это все аккуратно, правильно, не спешить. Потом со временем вы сможете делать все очень быстро. Возможно, вы даже не захотите потом фиксировать. Он и так тоже хорошо держится. Есть резиновая повязка, есть дополнительная повязка к этому парику. И на самом деле парик не упадет. Выглядит очень даже естественно. Или вы можете делать челочку, к примеру, если вам не совсем нравится, как выглядит линия роста волос. Что еще необходимо приобрести к парику? Первое и самое главное это лак, которым вы будете фиксировать парик. Второе, что необходимо к парику, это шапочки или такая вот резиновая повязка. Это все есть на Алиэкспресс. Оно не стоит много. Единственное, что доставка занимает какое-то время. Третье, что я бы советовала, это вот такая вот горячая расческа. Если парик густой, после того, как вы его помойте и просто высушите, здесь будет небольшой объем. Если парик густой, конечно же. Так как волосы по всей длине можно выровнять утюжком, в эту часть все-таки помощь будет расческа. Еще я бы советовала приобрести к парику манекен. С подставкой, потому что он может выручить вас очень-очень много раз. К примеру, завтра у вас важные события и у вас не будет времени сделать какую-то укладку. Вы можете в день, когда у вас будет время, сделать все, что вы хотите. Вы можете накрутить, выровнять, уложить как хотите. И в момент, когда у вас не будет времени, вы просто готовы на себя наденьте. На мне сейчас парик Full Lace с имитацией кожи головы с европейских волос. Мы работаем только с славянскими и европейскими волосами. И лично для меня мой фаворит это европейские волосы, потому что они выглядят хорошо очень-очень долгое время. Славянские волосы, они тоненькие, особенно если это блонд, к сожалению, они долго не прослужат. К сожалению. Все наши парики, все наши волосы, даже до того, как они вшиваются в парик, они моются очень много раз, чтобы убедиться в том, что волосы хорошего качества. Вот, и на мне одни из таких волос. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне, я с радостью на них отвечу. А сейчас я покажу, как правильно снять парик. Так как мы используем очень тоненькую сеточку, его необходимо снимать очень-очень аккуратно, чтобы случайно ее не повредить. Сначала мы закалываем волосы. Чтоб они нам не мешали. Потом мы берем такой вот ватный мокрый спонжик с теплой водой и начинаем промакивать. А именно в той части, где у вас была. И начинаем аккуратно вот так вот снимать его. Если вы чувствуете, что где-то там что-то не идет, тогда еще раз водой промокните. Ни в коем случае нельзя тянуть, так как это очень тоненькая сеточка. Тем более, когда она мокрая, она может растянуться, во-первых. А во-вторых, порваться. Вот видите, все, парик уже отошел. Все легко и просто. Главное делать аккуратно, найти на это время. Спасибо. 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 Спасибо.